Ну вот, пропользовался я несколько дней новым Huawei Nova 2 и решил записать еще один обзор более подробный, рассказать о камерах, рассказать о производительности, ну и об общих впечатлениях от аппарата, от дизайна и от эргономики. Собственно, по дизайну и эргономике мои нынешние впечатления ничуть не отличаются от первых, аппарат мне очень нравится, я вот использовал его в родном чехле, тоже он мне вполне приглянулся, не скажу, что он выглядит в нем хуже как-то, чем без него. Достаточно плотно сидит и даже без него смартфон в руке кажется слишком тонким, хотя выглядит так вот он великолепно. Но в чехле он более защищен, единственное, в чехол вот сюда при ношении в кармане набивается пыль, что не есть хорошо, а вот во всех остальных смыслах чехол мне очень и очень понравился. По поводу производительности. Погонял я его по всяким бенчмаркам и вот покажу, расскажу сейчас, что мы здесь имеем по бенчмаркам. Значит, в Antutu вот такой показатель он выдал, что абсолютно сопоставимо с 625 стемп драгоном. Значит, тем, кто не видел на моем канале распаковку и первый взгляд на Huawei Nova 2, вкратце пробегусь по характеристикам этого аппарата. Значит, 5-дюймовый дисплей с разрешением Full HD, процессор HiSilicon Kirin, Huawei процессор 659, сопоставимый с Snapdragon Qualcomm 625. 4 гигабайта оперативной памяти, 64 встроенной, плюс есть слот для двух nanoSIM-карт или одной nanoSIM-карты и одной microSD-карты до 128 гигабайт. NFC в телефоне нет, но, как правильно заметили комментаторы в моем видео, можно вставить microSD-карту с NFC и таким образом эта проблема будет решена для тех, кому NFC очень нужен. Мне, например, NFC не очень нужен, я им практически не пользуюсь. Значит, что еще? Погонял я его в PCMark. 411 баллов он у меня набрал. Вот такой показатель. Касаемо аккумулятора. Ну, на день его хватает 100%, достаточно неплохо он держит, аппарат не греется совершенно. Вот еще один. Antutu я прогонял, даже меньше набрал в первый раз. Во второй раз, после прохождения нескольких тестов, он набрал еще больше. В общем, на все, поскольку я последние несколько месяцев пользуюсь Zenfone Zoom, который, Zenfone 3 Zoom, который на 625 Snapdragon, могу сказать по опыту, что вот с такими показателями производительности устройства будет слегка и хватать для любых задач. В том числе и для игр, в игрушки я не играл на нем, поскольку вообще не играю в игрушки. А для всяких соцсетей и прочего будет мощности предостаточно. Все удовлетворительно, вполне. В общем, что еще? Ну, наверное, так вот по производительности все. Внешний вид, я думаю, вы видите. Все с ним просто отлично. Да, еще очень понравился мне звук в наушниках. Выяснилось, что здесь выделены аудиочип. И звук в наушниках действительно достаточно полный, глубокий. Ну, в общем, понравился. Лучше, чем в том же Zenfone 3 Zoom. Ощутимо. Хороший звук и в динамиках. Я давал его послушать в распаковке первом взгляде. Не буду сейчас повторяться. А сейчас подробнее остановлюсь на камерах, поскольку их я изучал в первую очередь. И, как обычно, именно они интересуют меня в смартфонах больше всего. Значит, что здесь интересно? Интересно то, что Huawei до этого в двойной камере основной предлагал достаточно интересное решение. И в Honor, и в P-серии, да и в Mate-серии. Предлагал решение, в которое один модуль был цветным, другой черно-белым. И за счет черно-белого модуля увеличивалась светосильность при съемке. Во всяком случае, концепция была решена таким образом. В лейковских брендированных P-серии и Mate-серии черно-белые фотографии получались просто прекрасными. Да и получаются. В Honor на самом деле ничуть не хуже. Особой разницы между Honor 8 и P9 Plus я в черно-белых фотографиях не нашел. Но здесь реализована совсем другая модель. Здесь реализована модель, скажем так, айфоновская. Такая же, какая, например, есть и в Zenfone 3 Zoom. Здесь оба модуля цветные. Здесь нет отдельного черно-белого модуля. Но один модуль широкоугольный, другой модуль телевик, портретник. Мало того, конкретно в Nova 2 один модуль на 12 Мп, другой модуль на 8 Мп. У 12-мегапиксельного модуля диафрагма 1,8, то есть достаточно светосильная диафрагма. Что хорошо, у 8-мегапиксельного вроде бы 2,0. На самом деле не уверена, но вроде как заявлено так. Что могу сказать по поводу 20-мегапиксельной фронтальной камеры чуть позже. Что могу сказать по поводу этих камер. Значит, все отлично. Только проблема как бы есть одна. Недостаточно, на мой взгляд, допилен софт для подобной модификации двойной камеры. Дело в том, что, вот смотрите, например, какие-то функции, они недоступны. Сейчас что-нибудь мы попробуем поснимать. Ну, например, сейчас, например, давайте наушники попробуем поснимать, что ли, такие. Вот смотрите, вот здесь переключается, видно, наверное, 1,0 написано. Вот здесь переключается один модуль и другой. И вот, как бы, крупный план, портретник. Вот общий план. Разница примерно такая. Детализация и там, и там абсолютно хорошая. Но какие-то режимы съемки, они недоступны в портретном режиме. Значит, как вы видите, профессиональный режим съемки, он сразу перекидывает нас на 12-мегапиксельный модуль. И переключение в режим портретного объектива в профессиональном режиме недоступно. То же самое касается, например, режима ночной съемки. Тоже, как вы видите, здесь нет возможности переключиться в режим съемки на портретный объектив. Не знаю, насколько это так задумано. Думаю, на самом деле, что это не задумка. Думаю, что просто поскольку Huawei в Nova 2 и Nova 2 Plus впервые представила такую модификацию сдвоенного модуля основной камеры, эти функции просто не реализованы и появятся с обновлениями. Страшно ли это? Не думаю, что страшно. В автоматическом режиме 8-мегапиксельного портретного модуля вполне, на мой взгляд, достаточно. Из всяких фишек камеры... Вообще, камера мне понравилась. Сейчас я покажу пегло какие-то видео и фото. Заявлено, что нет оптической стабилизации, есть только электронная, но, надо сказать, очень неплохо снимает видео эта камера. Мне, во всяком случае, понравилось. Ну, давайте пробежимся по фотографиям и видео. Так вот мы его приблизим. Ну, а вот так вот он снимает при искусственном освещении. Ну, вот по поводу стабилизации. Или звукозаписи тоже заодно. Ну, как видите, не слишком-то дрожит картинка. Звук, на мой взгляд, вполне нормально пишется. Значит, по поводу переходов экспозиции. Вот такое видео. Как видите, достаточно резкий переход, на мой взгляд. Можно было бы поплавнее. Но обратно, из света в тень, более или менее плавно переходит. Ну, вот такие фотографии. Это мы были в Москвариуме, и я там поснимал. Вот, как видите, вполне... Вполне, на мой взгляд, приемлемые снимки. Я их выложу отдельно в текстовой части. В ручном режиме съемки видео есть ручная фокусировка. Это очень приятно. И я ей... Ну, вот могу дать послушать звук. По-моему, абсолютно нормально. Из этого видео тоже, может, смонтирую отдельный такой ролик и в текстовой части выложу. Вот это вот все снято на ручной фокусировке. Как вы видите, листья на заднем фоне чуть размыты. Вот такая вот рыбка. Вот фотографии этой рыбки. Ну, в принципе, в принципе, ну, скажем так, на конкуренцию с зеркалками или с фотоаппаратами не тянет. Но для мобильной съемки, для инстаграма, для соцсетей абсолютно достаточный вариант. Ночную съемку тоже покажу. Она меня порадовала. Вообще, меня режим особенно порадовал, режим ночной съемки. Ну, вот. Там все это, понятное дело, снималось через стекло, поэтому есть небольшой такой 3D-эффект. Вот такая рыбка. То ли красивая, то ли страшная. Вот такое тоже видео. Тоже на ручной фокусировке. Вообще, рекомендую использовать максимально ручные настройки. Очень они хороши. Единственный минус, кстати, при ручной, в процессе видеосъемки нельзя менять фокусировку. То есть фокусировку только можно настроить и потом начать снимать. Это не очень хорошо. Хотелось бы, чтобы появился функционал изменения фокусировки в процессе съемки. И это было бы действительно круто. Потому что у очень многих это реализовано. У LG, например, я точно помню, что это реализовано. Ну, еще вот пример. Вот это снято на 8-мегапиксельный портретный модуль. Вот это снято на 12-мегапиксельный широкоугольный модуль. Ну, в общем, портретник не обязательно использовать именно для портретов. Его вполне можно использовать для крупных планов или укрупнения планов. Ну, вот еще такое видео. Тоже ручная фокусировка. Прозрачные рыбки. В принципе, на мой взгляд, очень и очень неплохо. Вот у этой рыбки, например, не знаю, насколько на камере. Ну, думаю, на камере тоже видно. Но мне на дисплее видно, что весь скелет прозрачный вполне виден. Ну, вот приходится выключать, настраивать фокусировку и заново включать. И поскольку в процессе съемки нельзя отрегулировать. Ну, тут много, на самом деле, еще рыбок много разных красивых. Я оторвался, снимал. Отдельно ролик из этого всего нарежу. Вот такие вещи. В общем, для бытовых, обычных пользовательских нужд камера или камеры подойдут вполне. Еще раз повторю, на мой взгляд, не вполне доработан функционал портретной камеры 8-мегапиксельной. И думаю, что он появится со временем. То есть, ну, уверен. И также очень рассчитываю на то, что со временем появится и возможность перефокусировки, скажем так, во время в процессе видеосъемки. Тоже, на мой взгляд, достаточно важный функционал. В остальном, ну, вот еще пример, кадр снятый на 12-мегапиксельный широкоугольный модуль. Вот степень детализации. И вот кадр с той же точки, снятый на 8-мегапиксельный. И даже, честно говоря, степень детализации, может быть, будет и получше. По поводу автофокуса тоже вообще никаких нареканий нет. Вот, смотрите. Перефокусировка происходит мгновенно и очень-очень плавно. Вообще, отлично. Тоже еще пример. Широкий угол и с той же точки телевик. Широкий угол и с той же точки телевик. Например, ночной видеосъемки. Вполне, по-моему, приемлемый вариант. А теперь вот ночные непосредственно фотографии. Значит, что у нас здесь? Это фотография. Вот абсолютная ночь. Фонарь. Эта фотография снята в режиме, который называется, собственно, ночная съемка. Вот он. Мы в нем и включены. Значит, здесь есть настройки. Вы можете выставить ISO и диафрагму. Но, точнее, выдержку. Но в автоматическом режиме, если вы ставите, ночная съемка... Этим режимом можно пользоваться только со штативом или с селфи-палкой, которая устанавливается. Потому что ночной этот режим работает так. Ну, сейчас у нас ничего не получится, но тем не менее я нажму. Я нажимаю, и он обрабатывает. Ну, вот, на самом деле, вот что у нас получилось. Ну, в общем, он высчитывает. Он снимает в нескольких выдержках, насколько я понимаю. И получается, ну, мне результат очень понравился. Вот этот результат. Это фотография снята в абсолютной темноте. От одного этого фонаря все проработано. Причем, ну, это не зажамкано. То есть, ну, как бы, более или менее... Ну, конечно, пикселизация есть, но, тем не менее, ну, как бы, видно. А вот с той же точки, в тех же условиях, вот в автоматическом режиме. Бликует от света. Ну, отдельно выложу в текстовой части, поэтому по ссылке пройдете. Можно будет получше рассмотреть. Вот в автоматическом режиме с той же. А вот эта вот фотография снята в режиме... Сейчас я попытаюсь... В режиме свет. Здесь тоже, не знаю, честно говоря, по какому... По каким алгоритмам все это дело работает. Но тоже в течение какого-то времени... Вот. Хоть в течение... Ну, я не знаю. Я ждал минуту. Вот, видите, он снимает с различными настройками, наверное. По-другому не знаю, как сказать. Постепенно он будет утемнять. Ну, и в результате у него что-то получится. Ну, у меня ничего в данный момент не получилось, поскольку... Рассчитан этот режим на съемку в полной темноте. Что еще тут я отобрал? Ну, вот тоже в ночи я снимал, прошелся. Тут и стабилизация видна, и, собственно, ночная съемка видна. Ну, на мой взгляд, вполне терпимый вариант. Вот тоже съемка. Это автоматический режим. Все тут видно, даже то, что не освещено. А, ну, собственно, здесь все. Значит, ну, вот такая вот история. Теперь по поводу фронтальной камеры. Значит, фронтальная камера на 20 мегапикселей. Но тут примерно та же ситуация, что и с... Ну, давайте перейдем. И закроемся. Просто чтобы посмотреть настройки. Значит, вот смотрите. 20 мегапикселей снимает на... Снимает... 5, 120 на 3, 840. Но изменение недоступно. Доступно только соотношение сторон 4 на 3. Соотношение сторон 16 на 9 недоступно. Понятно, что можно сфотографировать, потом вырезать кадр с соотношением сторон 16 на 9. Но это просто свидетельствует о том, что... Опять-таки, нету профессионального режима. Есть фильтры, видео. Видео снимает неплохо. Ну, вот и все. То есть, некоторые традиционные уже и привычные для хуаваевских аппаратов, для камер хуаваевских аппаратов, функции на этой 20-мегапиксельной камере пока не доступны. Недоступна и съемка в RAV. Ну, не знаю, насколько это принципиально на самом деле, потому что снимает сама камера очень и очень неплохо. Ну, сейчас вот покажу какое-то количество фото и видео. Ну, вот это я днем снимал. Ну, думаю, что это, наверное, не самый удачный кадр все-таки. Ну, в общем, вот как-то так. Ну, тоже достаточно... Ну, это я с селфи-палкой. Тоже достаточно стабильная, на мой взгляд, картинка. Очень неплохую резкость выдает. В общем, камера приемлемая, даже очень и очень хорошая. Но софт, тем, кому обязательно нужно, предположим, снимать сразу в 16 на 9, Ну, я думаю, что появится со временем такая возможность. В ночи фронтальная камера у нее, если я не ошибаюсь, диафрагмент тоже 2.0. Ну, во всяком случае, вот в ночи снимает она на это видео. Так. Есть... Нет у меня ночной фотосъемки на фронтальную камеру почему-то. Забыл снять, но тем не менее. В общем, вот такая история, на мой взгляд, абсолютно интересный, как минимум интересный, с точки зрения камер аппарат. Мне, честно говоря, очень нравятся брендированные лейкой сдвоенные модули, в которых один черно-белый, один цветной. На P9, на P10 и на других аппаратах. Но очевидно, что Huawei решила запустить как бы новую линейку. Не знаю, будет ли такая модификация сдвоенной камеры присутствовать только в новой, в линейке новой или появится в других аппаратах. Тем не менее, это интересно. Насколько это нужно, ну, не знаю. Не мне судить. Кому-то портретный режим нужен. Естественно, здесь есть и возможность цифровой обработки. Так, это убираем. Вот здесь есть возможность живые фото. И вот эффекты селфи. Есть возможность перефокусировки уже после. Изменения диафрагмы, улучшения. Ну, в общем, режимов масса. Но есть какие-то, которые на данный момент, на мой взгляд, еще нуждаются, ну, даже не в доработке. Потому что то, что есть, то очень хорошо работает. И, например, режим ночной съемки тому подтверждение. Но просто хотелось бы, чтобы съемка в этих режимах, например, была бы доступна в соотношении сторон 16 на 9. Потому что вот та же ночная съемка, она тоже работает в соотношении сторон 4 на 3. И только в широкоугольном объективе, в портретнике, режим ночной съемки не работает. Ну, в общем, вот так вот пока, собственно, все. Не знаю, на самом деле, что еще рассказывать про этот аппарат. На мой взгляд, он в первую очередь интересен своим дизайном, своими камерами. Эргономика просто прекрасная. Очень удобный, небольшой. Я думаю, что, ну, не знаю, как Nova Plus, а вот Nova, я думаю, что будет очень популярен у девушек. Потому что хороших, с хорошими камерами, с хорошей производительностью аппаратов с 5-дюймовым дисплеем у нас очень и очень немного. И думаю, что с таким дизайном, тем более, думаю, что будет пользоваться аппарат хорошим коммерческим спросом. Ну, по поводу слышимости, тут вообще никаких проблем, замечено, не было. Там, и связи, все отлично, собственно. Увы, опыта в этом не занимать. Ну, вот, пожалуй, все. Сканер работает мгновенно. Стекло 2.5D, судя по всему, это Gorilla Glass 5. Углы обзора прекрасные. Ну, в общем, современный, хороший современный аппарат с некоторыми инновациями, с отличным дизайном. Ну, и некоторыми софтовыми недоработками, скажем так, которые со временем наверняка будут ликвидированы. И возможность съемки там с соотношением сторон 16 на 9 в той же фронтальной камере появится. Если это, вот, для кого-то принципиально, мне кажется, что это совершенно не принципиально. Можно снять с 4 на 3 и потом сделать выкадровку. Тем более, что вообще над композицией и фотографией лучше работать не при съемке, а, ну, не только при съемке, но и после съемки, при обработке фотографии. Ну, все, собственно, спасибо. Могу, смело могу рекомендовать приобретать Nova 2, да и Nova 2+, думаю, там разница только в диагонали дисплея и в емкости аккумулятора. Не пожалеете, если приобретете эту модель, мне кажется, что очень и красивая, и удобная, и интересная с точки зрения камер. Во всяком случае. Окей, спасибо.